В списке достопримечательностей Гродно есть пункт, который не может не заинтересовать пытливого путешественника – водонапорные башни Кася и Бася. Сразу возникает масса вопросов, почему водонапорные башни считаются достопримечательностью, почему их две и, наконец, почему они так странно называются. Если пройти по улице Свердлова, бывшей Демьяновской, до самого ее конца, то упрешься в огромный рукотворный овраг, по дну которого пробегает железная дорога, первая в современной Беларуси, которая 150 лет назад соединила Варшаву и Петербург. До того момента, пока русские инженерные войска выкопали железнодорожный ров, на этом месте располагался один из интереснейших объектов нашего города – курган, возможно, старый средневековый могильник или даже капище. Именно благодаря близости Немана и высоте места здесь были построены две старейшие гродненские водонапорные башни. Воду качали прямо из реки и при помощи башен создавали давление для созданного в 1878 году водопровода. Уже в годы Первой мировой войны питьевую воду в Гродно стали качать из артезианских скважин, а в необычных зданиях башен расположились бухгалтерия и ремонтные мастерские. В одном здании работала симпатичная девушка Баси, во втором – не менее симпатичная Каси, Катажин. И когда кто-то шел в мастерские, то говорил, что идет к Баси, а в бухгалтерию – к Каси. Так за зданиями водопроводных башен закрепились собственные имена – Каси и Баси. Одна башня была построена в 1890 году, а другая – в 1905. Восьмигранные башни – памятники промышленной архитектуры. Высоту они достигают 22 метра, накрыты восьмискатными крышами. Считается, что именно южная башня была построена первой, ее декор более сдержанный. Наличники окон и дверей отличаются сложностью форм, они покрашены в белый цвет. Рядом с башней ухода не так давно разместилась необычная скульптурная композиция. Толстый черный кот забрался на пень и мечтательно смотрит на скворца, сидящего рядом со своим бронзовым скворечником на недоступной для кота высоте. Вторую северную башню построили тогда, когда первая перестала справляться с необходимым городу объемом воды. Эта башня удивляет своим богатым декором, и ее стены украшают фигурные наличники и другие декоративные элементы. Она выглядит намного ярче, потому что выстроена из красного кирпича. В сочетании с белой штукатуркой это и придает башне очень живописный вид. Гродненские башни Кассия и Басия, которые ранее были водонапорными, уже несколько десятилетий живут искусством. В 1982 году Трест-Водоканал передал башни Гродненскому отделению Союза художников ПССР. Сейчас в них находятся художественные мастерские, в которых можно увидеть фотографии работ художников и скульпторов. Кассия и Басия просыпаются с первыми лучами солнца и засыпают поздней ночью под мягкое скольжение кисти по полотну. В звуке старого радиоприемника башни творят художники. Кассия и Басия являются прекрасным дополнением нашего городского ландшафта и теперь остаются неофициальными символами города. Редактор субтитров А.Семкин